Не собираться больше двух и соблюдать дистанцию полтора метра. Носить маску в общественных местах. Эти правила остаются актуальными и на первом этапе снятия ограничительных мер. Только следуют им не все астраханцы. Очередь в ресторан быстрого питания, который сейчас работает на вынос более 20 человек. Только часть из них в масках. А соблюдение дистанции нарушено. Это сразу бросается в глаза. Заразиться вирусом на улице люди боятся меньше, чем штрафов. Наверное только больные должны носить. Но если уж и здоровые, то тогда в закрытых помещениях, может быть в магазине, в каком-нибудь где толпе людей, но точно не на улице. Но вы же в маске на улице? А потому что подходят и штрафуют. В Астрахани полицейские продолжают патрулировать улицы. Они проводят профилактическую работу с жителями. Напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности. Без транскопления людей полицейские напоминают о трактанцем о необходимости соблюдения социальной дистанции и использования медицинских масок при любом выходе на улицу. Сотрудники напоминают гражданам о том, что по-прежнему университет совершеннолетние перелегаться на улицу только в сопровождении родителей или их законных представителей. Также учитывается тот факт, что прогуливаться на улицу могут вместе не более двух человек при соблюдении безопасной дистанции. Исключается категорическое посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок. На 5 июня в Астрахани зарегистрировано 2233 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Только за эти сутки плюс 60 положительных тестов на наличие вируса. Количество койко-мест в госпиталях для пациентов с COVID-19 увеличили до тысячи. Для сравнения, на первых этапах распространения COVID-19 в хирургическом отделении номер один Александра Мариинской больницы было оборудовано 150 койко-мест. Но развитие эпидемиологической ситуации в регионе потребовало увеличить масштабы. Сейчас пациентов с коронавирусом принимают в двух отделениях областной больницы. На сегодняшний день в госпитале занято 600 койк. 600 койк нашего госпиталя заняты очень тяжелыми больными. И мы еще находимся на подъеме заболеваемости. В связи с этим, хотелось бы обратиться ко всем нашим гражданам. Будьте, пожалуйста, внимательны, будьте бдительны. И как бы мы не устали уже от этого заболевания, многие считают это фейком, поверьте, это абсолютно не так. 23 мая в Астраханском доме-интернате для престарелых обнаружили очаг распространения инфекции. Учреждения закрыли на карантин. В доме-интернате проживали более 240 постояльцев. В начале этой недели поступило предписание Роспотребнадзора по тем действиям, которые мы должны предпринять в отношении дома-интерната для наших ветеранов. По этому предписанию мы вывезли оттуда всех получателей социальных услуг, поставили помещение-интерната под санитарную обработку, причем такую очень серьезную санитарную обработку, которая тоже из двух частей состоит. Сегодня интернат готов после помывки принять первых постояльцев. Девять сотрудников дома-интерната, которых поместили на лечение, выписаны. Те, кто будет работать в смене, уже находятся в обсервации и сдали тесты на коронавирус. Результаты отрицательные. Возможность вернуться в дом-интернат у постояльцев появится только после теста на COVID-19. Приходится констатировать, что эпидемиологическая обстановка в Астраханской области остается все еще довольно напряженной. У нас ежедневно в среднем за день регистрируется порядка 70 случаев заболеваний. Несоблюдение противоэпидемических элементарных мер как раз-таки может привести к повышению заболеваемости, что, собственно говоря, мы сейчас и отмечаем. Иметь при себе маску на улице и при общении с людьми обязательно. А соблюдение элементарных мер защиты позволит обезопасить себя и близких. Только так регион сможет быстрее перейти на следующий уровень отмены ограничений. Анастасия Лонькина, Алина Денисова, Игорь Нефиденко, Руслан Срывченко, Алексей Егупов. Центр новостей.